К нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Спасибо, что откликаетесь. Вот посмотрели мы с вами сюжет, я знаю. И, как видим, подрывная деятельность России, в том числе и против Украины, началась еще задолго до 2014 года. Да, все верно. И не только против Украины, и против стран Западной Европы. Потому что, когда страны Западной Европы расслабились, когда посчитали, что нет империи зла, что некому противостоять, можно заниматься бизнесом, можно заниматься экологией. Российская Федерация прекрасно осознавала, что нужно поддерживать разведывательные органы на должном уровне, диверсионные элементы оставлять в составе этих разведывательных органов. И вот они работают. Правильно было сказано, что Болгария, Чехия становились плацдармами для такой диверсионной работы. Мы сразу вспоминаем с вами, ну уже после 2014 года, как Российская Федерация уничтожала, ну разведчики российские, диверсанты уничтожали наших представителей специальных служб. Вот Максим Шиповал, начальник спецназа Главного управления разведки, был подорван в автомобиле в Киеве, в своем автомобиле. Александр Хараберюш, полковник разведки, по-моему, в Мариуполе его взорвали в автомобиле. А сколько случаев, мы еще не знаем, сколько было неудачных попыток, или сколько попыток было сорвано, или по каким-то причинам отказались. То есть Российская Федерация реально работает в этом направлении очень длительное время. Есть очень хорошие наработки у них. Ну как, качественно хорошие. Нужно признать это, что есть наработки, знают, как работать, травить, взрывать, расстреливать, это все есть. Знаете, и вот такие серьезные вещи происходили, там, и нападение на Грузию, когда у него была аннексирована часть ее территории, да, и в Украине война. А Запад говорил в то время о перезагрузке отношений, называли наш друг Владимир. А мы видим, как он перезагружался, сегодня мы видим, как он перезагружался и что он делал в своей стране. В том числе и в странах Европы. Было такое убеждение, что деньгами можно решить любой вопрос. Настолько Россия интегрирована в мировое, правильно ли, в модном, экономическое пространство, что столько связей, столько металлов поставляется из Российской Федерации к крупнейшим предприятиям стран Европы. Вот, например, только в 2023 году, вот вроде как под санкциями, но Россия продала своих металлов, цветых металлов на 14 миллиардов евро. Никель, медь, алюминий, сумасшедшие деньги. А сколько, какие суммы были до этого, ну, сейчас сказать толком не сможет, просто астрономические. Продавали компании Airbus, компании Boeing, да, российские... Титан для самолетов, да, Boeing вы продавали. Да, да, для самолетов. Например, уран для атомных электростанций до сих пор идет в Соединенные Штаты Америки, из-за этого урана делают вот эти сборки все. Нефть, газ, дерево, про это уже не говорю. Считалось, что Россия так завязана, что никто не будет рубить сук, на котором они сидят, или ветку, или ствол целый. Но, как оказалось, Российской Федерации, Кремль вот сейчас, они впервые со времен Советского Союза начали рубить действительно ту ветку, на которой сидят. Я напомню вашим зрителям, что даже Советский Союз, даже в моменты высшего напряжения, когда вот эта риторика была, да, там, как, господи, капиталисты, да, буржуи, но газ, нефть никто не трогал. Газ пошел в Европу, нефть шла в Европу. Риторика отдельно, денежки отдельно. Здесь Путин решил играть с вентилем. Хочу откручу, хочу закручу. Вот к чему это привело. Вы знаете, вот все экономисты, в том числе западные, были в шоке. Ну, казалось бы, войны начинают для того, чтобы захватить какие-то рынки сбыта, а не для того, чтобы их потерять. То есть это настолько глупо, что вот не вкладывается просто ни в одну там ни экономическую, ни политологическую модель. Абсолютно верно. То есть, ну, вы правильно говорите, я продолжу вашу мысль. То есть, если раньше войны были за что? Мы хотим захватить территорию, потому что там, например, много золота, много драценных камней. Или, например, мы хотим поработить этих людей, чтобы они работали на нас. То есть тут какое-то обоснование есть. И перед тем, как наступать или нападать на другую страну, всегда было измерение хотя бы приблизительное, что мы хотим в результате вторжения получить намного больше плюшек, дивидендов, чем мы потратим. Это было всегда, это во времена, когда были кремниевые ружья, когда первое автоматическое оружие появилось. То есть сейчас, вы правильно говорите, абсолютно иррациональность, а логичность. То есть напасть, чтобы что? Чтобы захватить какие-то ресурсы, какие-то заводы. Все заводы уничтожены, земли загрязнены минами, ракетами. Даже сами вот эти вот пешки российские, руководители ЛНР, ДНР, кричат, что восстанавливать города не будем, которые мы захватили. Вице-премьер Российской Федерации Хан Сулина, который занимается строительством, говорит, ну мы тоже не видим в ближайшей перспективе целесообразности восстанавливать. Пахмут, например, Попасно, потому что все там уничтожено. Уже Мариуполь кое-как там пытается делать, но все равно город наполовину мертвый. Действительно полностью алогично. Зачем захватывать? Ну просто потому, что одному человеку захотелось доказать всему миру, что он могет. Ну логики никакой, действительно. Знаете, как Портос, Трехуш, Пятерах, я дерусь, потому что я дерусь. Потому что я могу. Мы захватываем, потому что мы можем. Тем не менее, вот мы с вами начали в сюжете говорить о шпионских скандалах в Европе. И вот они продолжаются. Высший представитель России в Европейском Союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом. Об этом сообщает Шпигель. Бельгийская разведывательная служба внесла топ-дипломатов в список агентов служб внешней разведки. Бельгийская контрразведка призвала внести подозреваемого агента в список лиц, подлежащих депортации. Однако этому помешали дипломаты из Европейской службы внешних действий. Они, вероятно, как считается, опасаются дальнейших негативных последствий для собственных представителей в России. То есть, по сути, шпион есть. Судя по всему, доказательства противоправной деятельности тоже есть, а реакции нет. О чем это говорит? Ну, скорее всего, там даже не сколько он шпион, сколько его деятельность противоречит его дипломатическому статусу. Вот, скорее всего, имеется в этом в виду, что он здесь заниматься деятельностью несовместимо с дипломатическим статусом. Есть, видимо, данные, было принято решение, давайте объявим персону Нудграда. Ну, вот, видите, вступились. Трудно сказать, почему именно вступились. Я не готов сказать, что вот эта вот служба, которая заступилась, является тоже людьми, которые сотрудничают с российской разведкой. Но таких людей очень-очень много. Я вам скажу, много раз с вами говорили в предыдущих эфирах, но я напомню. Например, Вена является мировой столицей шпионажа. Там работают разные разведки абсолютно с разных стран. Колумбия, Никарагуа, Россия, понятно, что страны Западной Европы. Порезица у Австрии такая. Если эта деятельность не несет вред нашей Австрийской республике, то ради бога. Пусть там встречаются в шляпах, в очках этих, пусть обмениваются какими-то микрофильмами, общаются, беседуют, вербуют друг друга. Главное, чтобы не на вред нашей стране. И вот я достоверно знаю, что дипломатическое представительство Российской Федерации в Австрии, оно составляет порядка 100 человек, даже чуть больше. Из которых только процентов 10-15 известны вообще. Кто это такие? Остальные, почти под 80 процентов, непонятно, что это за люди, чем они занимаются. Можно почитать Виктора Суворова произведение, там как раз резидентура в Вене, насколько я помню, очень хорошо описано у него. Это до сих пор все осталось. То есть непонятно, чем эти люди занимаются. Они пользуются дипломатическим статусом, представительством. Они могут ездить по всему Европе, по всему Евросоюзу. И кстати, даже не кстати, в продолжении разговора, они могут организовывать. Вот то, что вы показывали в начале нашего включения с вами, Кристо Грозев, когда он рассказывает про взрывы, Чехия, Балгария, Травилия. Но кто-то же взрывчатку перевозит, кто-то же от травы, аддиктивные вещества для того, чтобы убивать кого-то перевозит. Вы думаете, может быть, в дипломатических грузах это может поступать? Смотрите, как это может работать? Когда, вот давайте пойдем от обратного, да, вот Михаил Чепиха, Петров и Башир, да, вот, они каким-то образом пробрались, например, в ту воинскую часть, где-то в Чехии было, в Балгарии, и подорвали. Прежде чем подорвать, им нужно было изучить место. Они изучали, понятно, что они изучали без взрывчатки с собой. Взрывчатку они получили немного позже, когда им поступил сигнал, ребята, вы едете по шоссе, там, Е-55, да, там, съезд, там. Первый съезд налево, там, какой-то там пенечек, находите его, там лежит для вас. Находите закладку, да? Так точно, закладка, деньги, документы, взрывчатка. Но кто-то же туда положил, то есть так работают спецслужбы от Российской Федерации. Кто-то закладывает. Я не исключаю, что вот эти вот люди, которые пользуются дипломатическим статусом, они могут ездить по всей Европе, приехали там где-то кемпинг, да, вышел на улицу, прошелся 200 метров в лес, заложил, положил. И там кто-то через год, через два, через три приедет и это заберет. В Германии активизировались тоже российские спецслужбы, которые в своей подрывной деятельности используют даже, ну, брутальные методы. Глава контрразведки ФРГ, вот Томас Хальденванг, заявил в интервью Радио Свобода, что эта деятельность достигла уровня холодной войны еще до начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину и сейчас значительно увеличилась. Германия, я так понимаю, тоже достаточно такая страна интересная для российских шпионов и там их реально много. Много не только шпионов, много еще есть такой термин агент влияния. Агент влияния. Такого экстраординатного не знают, но они вхожи в кабинеты какие-то определенные, они, например, могут быть, часто очень вербуют людей из журналистской среды, среды блогеров, у которых есть какая-то группа, на которых они могут влиять. Вот, например, в Германии длительное время был процесс такой, а давайте отказываться от атомных электростанций, потому что это небезопасно. Переходить на зеленую энергетику, да. Зеленая энергетика, потому что Чернобыль, мы что хотим в Чернобыль, мы что хотим в Фукуссиму, логически все говорят, нет, конечно. Единственный вариант перейти на нулевые карбоновые выбросы, это что? Это природный газ. Где же его взять подешевле? Кто же может нам поставить довольно-таки дешевый газ? О, это может Российская Федерация сделать. Вдруг. Да, то есть вот такими вот подводками и занимаются агенты влияния, чтобы заключить контракт на 10, 20, 30 лет, и вот весь профиль для Российской Федерации в этом и заключается. То есть вот так работает ядрее. Построить газопровод, втянуть уже страну в это все, да? Так, чтобы выйти было сложно. Да, да, это влияние. Абсолютно верно. Убедите в правильности какого-то конкретного хода или группы ходов, да. Да, вот ты, например, убеждаешь человека принять какие-то 2-3 решения, после этого подключается другого человека, который убеждает принять дополнительные 2-3 решения. И вот так вот постепенно, Олесенко, принимаются важные решения для Кривля в частности. Вот видите, до этого была информация, что и в Швейцарии целое осиное гнездо российской разведки, вот. А в той же Германии, вот, кстати, да, до этого уже раскрыли сотрудника разведки, который непосредственно шпионил в пользу России. В августе вот в Польше, мы помним, разоблачили целую шпионскую сетерев, которая планировала там вроде бы даже взрывать поезда с оружием для Украины. Недавно также директор ФБР пожаловался на засилие российских шпионов в Соединенных Штатах. Ну вот, складывается впечатление, знаете, что вот до последнего времени на Западе даже не представляли себе вот тех масштабов разведсетей и РФ в их странах. Возможно, представляли, но где-то очень глубоко, в недрах контрразведок каждой страны. Вот давайте так, для сравнения. Германия с населением под 80 миллионов человек, там ориентировочно 5000 сотрудников контрразведки. То есть это те люди, которые борются со шпионом. 5000. В Великобритании, там 60 миллионов населения, приблизительно где-то тоже 5, ну, 4500-5000 сотрудников МИ-5 для контрразведки. То есть мы поняли. Россия, запомнили цикл, Россия с населением 140 миллионов населения, сотрудников ФСБ всего, ну, ФСБшников 200 тысяч. Окей, мы их делим пополам, 100 тысяч это пограничная служба, 100 тысяч непосредственно на тех, кто занимается контрразведкой. То есть мы понимаем, насколько сильно у них поставлена контрразведка. Разведка тоже у них очень хорошо работает. Почему закрывали страны за Европу и за глаза на вот то, что делает Российская Федерация? Потому что влияли политики. То есть контрразведка понимает, видит, что это шпионаж, но политики просили, просили, давили закрывать глаза. И не обращали на это внимания. То есть мы можем сказать, что всех устраивало все вплоть до начала широкомасштабного наступления РФ в Украине, да? И вот только тогда стал понятен масштаб возможной катастрофы? И возможной катастрофы, и деньги. Очень большое количество денег, которое Россия зарабатывала, продавая в странах Западной Европы, газ, нефть, бриллианты, вот все, титан, они забирали к себе обратно все. А потом мелкими партиями, там по 20, 30, 100 миллионов евро, они возвращались снова в Европу. И что делали? Бентли, Майбахи, Мерседесы, Роллс-Ройсы покупали, Антибах, Год Дазура, Лазурное побережье, какие-то замки. То есть какая-то экономика стран Европы просто разогревалась. Инвестиции, огромное количество денег. А вспомните очереди, вот Париж, да, вот вход в Луи Витон, там просто человек 50 стоит, из них там 25. Знаете, да, да, я видел, я был в Париже как-то и видел этот магазин, и я реально видел очередь в этот магазин. Вот то, о чем вы говорите, это было человек 15 в очереди, стояли перед закрытыми дверьми. Так это еще им, они пытались выбрать право купить, то есть мало иметь деньги, нужно еще выкупить, нужно там дать взятку продавцу, чтобы выкупить этот товар. Это то же самое, Гуччи, Прадо, Луи Витон. То есть вот так разогревалась экономика, и поэтому, я думаю, политики закрывали глаза, говорят, ну ладно, пусть, ну шпионят, шпионят, мешают нам что ли. Главное, чтобы экономика развивалась. Вчера вечером появилась такая новая шокирующая информация от польского телеканала ТВН-24. И вот по данным телеканала, летом 23-го года сотрудники службы госохраны Польши якобы обнаружили в одном из автомобилей канцелярии президента Дуды жучок. Это такое устройство отслеживания геолокации. И телеканал утверждает, что авто входило в совстав кортежа, который сопровождал Дуду, и в частности во время его поездок в Украину. Но сам Дуда был не в этом автомобиле, но он ехал за ним. И что поражает, несколько месяцев мог этот жучок там быть. Да, действительно, такая информация была. Здесь больше такой вопрос к самим польским спецслужбам, агентам внутренней безопасности, службе безопасности высших должностных лиц. Как они это пропустили? Я думала, каждую неделю там все это проверяется, как минимум. Да, действительно, я думаю, что было больше внимания автомобилей, которым пользуется непосредственно Аджей Дуда, а машин сопровождения, ну это же машин сопровождения, видите, как паровозик, они же все ездят один за одним. И там, где находится автомобиль сопровождения, там, скорее всего, находится и сам господин Дуда. То есть, думаю, расследование теперь будет проводить и узнавать, кто поставил, кто имел доступ, отпечатки пальцев на этом жучке, поэтому работа сейчас будет продолжаться. Мы видим, даже в такой стране, как Польша, которая активно борется с российскими шпионами, вот эти агенты влияния или, возможно, реальные какие-то шпионы могут подобраться настолько вот высоко. Да, действительно, возможно, это было там, вот, в гараже какой-то механик поставил, да, убедили его, возможно, где-то машина выезжала на внешний сервис. Например, да, вот, ремонт автомобиля, который нельзя провести в служебном гараже, что-то серьезное с двигателем. И там увидели этот автомобиль, поставили жучок, как правило, это во внутреннюю часть бампера, переднего, заднего, там, где его не видно. И непонятно только, сколько там это аккумулятор работал, сколько могли следить, это вот месяц-два, может быть, меньше, может быть, и только-только поставили. Смотрите, в Айртаге, который в Эппеле, да, вот эта таблеточка, которая показывает направление, она там больше года держится, например. Ну, она же работает, смотрите, она же работает, если мы с вами в одном кабинете, вот в одной студии, то тогда она работает. Если, например, я выйду, оставлю ее у вас и выйду, то я уже не буду видеть эту метку. То есть, это должно что-то быть со спутниковым слежением, что помогает, например, зайти с телефона и увидеть. Ага, то есть, вы едете по улицам Министского, свернули на Владимирскую, Владимирская, 33. Главное здание службы безопасности Украины вообще, да, что вы там делаете? То есть, интересует вот такая вот точность. То есть, как минимум, на несколько месяцев может хватить там, да, вот этой батарейки? Да, возможно, может быть, недели. В зависимости от того, какого размера был сам этот вот шучок, если он большим был, с большим аккумулятором, то на дольше хватит. Был ли он, например, подсоединен к электрической цепи автомобиля. Если был подсоединен, то unlimited, сколько машина ездит, столько он и работает. Ну, в любом случае, вот эта новость, о которой сейчас сказала Ира, подчеркивает вот всю опасность того, что сейчас происходит, да, и вот буквально, как я уже сказал, катастрофичность того, что происходит со шпионами в Европе. Да, это действительно. Слушайте, я напомню вам, что во времена Советского Союза это вообще было просто вынесено в такой, знаете, настолько высокий уровень. Вспомним хрестоматийный пример, когда, это, по-моему, 80-е годы, 70-е, когда пионеры, советские пионеры подарили американскому послу герб Соединенных Штатов Америки, сделанный из дерева. Да, его американский эксперт, его проверили, посмотрели, шучков нет, вот они там пощупали его, вроде склеек нету. И он, по-моему, лет 5 или 6 висел в кабинете посла, ровно у него за спиной, у меня картина висит. А там, оказалось, было прослушивающее устройство, которое работало без батареек, там была специальная мембрана, которую облучали сотрудники комитета госбезопасности, находили в соседнем здании или автомобиле, облучали. То есть, энергия извне поступала? Да, 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 да. То есть, не было никакого источника питания, ничего, и вот совершенно случайно его как-то обнаружили. Давайте перейдем к другим темам. Вчера появилась любопытная информация. После ранения в области ягодиц Рогозин, глава Роскосмоса, предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. Не хочу вдаваться в какие-то технические детали, да, возможного или невозможного применения космических ракет для обстрела Украины. Интересно другое. Вот как вы считаете, это ранение так повлияло на него? Вот и на предложение начать звездные войны в отдельно взятой стране. Да, действительно, когда я первый раз услышал эту новость, я думаю, так, секундочку, а предыдущие ракеты, которые запускались по Украине, по территории Украины, они еще были с вареньем, с ММДенцем, не знаю, с леденцами. Но потом, когда я прослушал вчера вечером на начале одетую запись, понял, что речь идет о ракете, с помощью которой запускают космонавтов. Он отправляет на орбиту, да, вот сколько там, 30-40 метров в высоту. И он предлагает всю эту ракету наполнить взрывчаткой и отправить по одному из городов Украины. Скорее всего, это имелся в виду город Киев, прямо не назывался. Теперь смотрите, как эта запись звучала. Она звучала в виде отрывков аудиофайлов, которые, как правило, передаются через сервис WhatsApp. Скорее всего, другая сторона, которая прослушала эту запись, собрала файлы все Рогозина, сложила вместе с файлами его собеседника, и получилась вот такая одна семиминутная запись. Для чего это сделалось? Он говорил аудиосообщениями. Для того, чтобы обезопасить себя, он рассчитывал, что таким образом его не могут прослушать. То есть текст можно как-то прочитать, получить доступ, а аудиосообщения ты не сможешь внешним путем получить к ним доступ. Но он ошибся, кто-то его слил. Я думаю, второй собеседник его и слил. Что меня больше всего удивило, это то, как они относятся ко всему этому процессу. Да, мы не говорим, что тротил, что это просто вандервапа, просто как Вторая мировая война. Как вот Гитлер хотел это все сделать. Когда у него была пушка большая, Берта. Чем больше, тем лучше, супертанк, мы не ждали, что-то огромное. Вот то же самое делалось. Послушайте просто речь этого человека, который возглавлял Роскосмос. Какими терминами он апеллирует. Вот там что-то присобачим, пришпандерим, что-то включим. Я не слышал только про скотч, про изоленту, что-то замотаем. За шесть месяцев они обещали это все пришпандерить. Да, этот человек отправлял космонавтов в космос российский. Вот такой вот Роскосмос. Ну а сейчас этот человек называет себя сенатором от Запорожской области в Совете Федерации тоже. Вполне возможно. Вот таким образом, во-первых, он хотел снова вернуть к себе внимание, потому что он хочет быть невостребованным. О нем забыли, но он хочет внимания. Вторая составляющая, мы же не забывайте, вернее, мы и вы не забывайте, все мы, что это деньги. Это же не просто так, это же какой-то бюджет. Он понимает, что если 100 миллиардов евро, 105 миллиардов евро выделяется вообще на бюджет войны, то с этих 105 миллиардов, 1-2 миллиарда можно вот на такой проект где-то себе оторвать, а потом это благополучно распилить. Возможно, он хочет таким образом закрыть свою ипотеку, возможно, коммуналку задолжал в Москве. Вы знаете, не после вот такого ли предложения, даже безумный Путин, поняв, что с этим человеком не так все просто, убрал его с Роскосмоса, как вы считаете? Ну, я думаю, там не только Путин принимал решение. Там есть масса людей, которые приняли решение отодвинуть Рогозина и не дать ему должность какую-то там следующую. Помните, сколько разговоров было? Что я сейчас вернусь после Роскосмоса, но ему должность так и не дали. Видно, его какие-то космические прожекты, в прямом смысле и в переносном космические, очень многим там задурили головы и поняли, что это все ерунда, что нужно от этого отказываться. Хотя вполне возможно, что может и вернуться. То есть никто достоверно не знает. Нет, его спрятали же в Совет Федерации, но там тоже ему никакой руководящей должности не дали. Он очень рассчитывал, но так вот его... И он обиделся на это, он обиделся страшно, что не получил ничего и вынужден был вернуться на фронт. Вот эти царские волки бегать с этим подразделением, но все равно, видно, не нравится ему. А в ГУР почитали, что в Украине сейчас находится более 400 тысяч российских военнослужащих. Это достаточно много, да? Снимается с консервации много техники. И вот хоть эту армию, конечно, ее вооружение сложно назвать современной, она остается достаточно опасной, способной проводить наступательные действия даже на отдельных участках. И мобилизационные мероприятия в России тоже ведь не останавливаются. Знаете, вот это такая тактика, ну просто какой-то орды, да? Они просто хотят вот завалить Украину волнами своих трупов, своих солдат, и те, вот когда следующая волна идет, когда в Бахмуте под трупом предыдущей волны. Да, очень похоже на эшелонированное наступление, когда первая волна, она погибнет, теряется, наступает вторая волна, она тоже гибнет, теряется. Это приводились такие цифры, что в среднем солдаты, которые там находятся, мобилизированные на Мавдейевском направлении, они живут в среднем неделю-две, да? И вот погибают. И вот приходит новая волна, замещают их третье, четвертое, пятое. Возможно, у российского командования есть следующий расчет, что рано или поздно у украинской стороны закончится банально. Противотанковые средства, патроны, техника закончится, и просто вот тактика Орды, они смогут победить, захватить вот Абдейевку, по крайней мере, то, что им сейчас очень нужно. То есть они на это очень сильно рассчитывают. И мы уже увидели на фронтах, как бы не смеялись в прошлом, но полуторки автомобилей 1929 года, ну, начало выпуска их, да, возможно, 30-х годов производства, ну, почти столетние автомобили, они уже начали появляться на фронтах. Скорее всего, действительно, датаскивают последнее. И в надежде, что рано или поздно, еще раз, закончатся у нас и дроны, и противотанковые средства, которые мы расстреляем на вот этот вот хлам, которым они заваливают наш фронт. Знаете, когда начиналось полномасштабное вторжение, наверное, военным специалистам западным сложно было даже предположить, что может использоваться такая тактика, как истощение в наступлении, истощение артиллерии или стрелкового оружия, истощение людьми, да. Всегда вот люди, самый ценный ресурс, их стараются там выводить из-под обстрела и беречь, а здесь мы с помощью людей, с помощью наших наступающих будем истощать там оборону противника. Наверное, сложно это представить, да, современным вот тактикам и стратегам западным, например. Вспомните начало войны, помните, когда все считали, после какого количества потерь Российской Федерации ей станет бой. Помните, теперь достигли уровня Первой Чеченской войны, Второй Чеченской, Афганская компания, да, 15 тысяч человек. Помните, как Советский Союз рефлексировал на эту тему, а войны Афганцы за 10 лет, а тут буквально за, по-моему, первые два месяца 15 тысяч уже набралось потерь. И вот перешагнули в планку 200 тысяч, видимо, все равно не больно, все равно не критически. Российские оппозиционеры говорят, что нужно как минимум полмиллиона, что вот может быть вот это будет как раз тем болевым порогом, после которого что-то может начаться в России. По крайней мере, вы знаете, вот вы тоже, я знаю, слушаете все эти переговоры врага, которые перехватывают СБУ и ГУР. И знаете, с каждым разом там вот становится их риторика все резче. Если раньше говорили о том, что вот Путин не знает, что происходит, надо ему сказать, то теперь эти солдаты буквально орут в рубку, да знает все этот Путин, мы тут дохнем и так далее. Они уже не выбирают слов. Ну, слов не выбирают, но ничего они не делают. Точно так же, как и российские оппозиционеры. Они почему-то нападают на Светлану Тихановскую, они очень активны в Твиттере. Оно действовать на своей стране, что-то делать, поднимать народ. То есть они не могут, да, или не хотят, или это тяжело. Конечно, Роскомнадзор блокирует контент. Ну, делайте, занимайтесь, работайте. А вот переложить на плечи украинских военных. Ну, давайте 500 тысяч. А, нет, не 500. Ну, давайте миллион тогда сделайте. Включайтесь, помогайте. Иван, спасибо большое. Спасибо за этот интересный разговор. Да, за те интересные факты, которые вы нам рассказали, как специалист. Я напомню зрителям Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в нашем эфире. Спасибо, что откликаетесь. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует...